Далее к событиям Верховной Рады. Сегодня народные депутаты окончательно поставили точку в вопросе незаконных обысков бизнеса и добавили еще один выходной украинцам. Какие еще важные решения утвердил украинский парламент? Далее в сюжете. Народные депутаты приняли в целом и за основу законопроект правительства о защите бизнеса, более известный как маски шоу-стоп. Соответствующее решение поддержали 312 парламентариев. Документ запрещает правоохранителям проводить обыски без адвокатов и видеокамер, а также изымать оригиналы документов и технику. Кроме того, законопроект предусматривает, что все судебные заседания по вопросам защиты бизнеса должны фиксироваться на аудио и видео, а уголовные производства не могут дублироваться различными правоохранительными органами. Я зневажаю тех силовиков, которые вдевают погоны правоохранительных органов и используют все возможности для того, чтобы тиснуть на честный, прозорый бизнес. Створю эти маски шоу, обшуки, блокирования, выключают у них технику, первинную документацию, блокируют тех, кто сегодня створю национальный продукт. Кроме того, сегодня депутаты приняли за основу законопроект, который предлагает создание единого реестра лиц, взявших кредиты. Решением Верховной Рады католическое Рождество 25 декабря стало официальным выходным днем, а 2 мая – теперь рабочий. Хотя документ вызвал много противоречий, его поддержало 238 народных избранников. Комитет обратил внимание, что в мире уже есть страны, которые имеют два выходных для святения Родства Христова в Грудне и в Сечне, в частности Беларусь, Молдова, Ливан и Албания. Что такая инициатива с приятными объединениями и лучшим пониманием между христианскими и религиозными громадами. Завтра у нардепов последний рабочий день в ноябре, а в очередной раз депутаты соберутся 5 декабря. Александр Полуев, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал.